доброе утро мы проснулись как я всегда говорю это уже успех на самом деле под утро что-то прям реально похолодало я даже немножко вздрагивал иногда в спальнике но возможно это это удовольствие от похода вот собственно говоря в этот раз ванька у нас не гулял со всеми рыбаками не общался только с половиной ваня расскажи как тебе спалось в этот раз я сделал хороший шалаш как ты себя чувствуешь отлично ничего не болит вчера тебе больно было наклоняться сегодня лёха ты как я еще не сделал еще не знаю а спалось как сплошь хорошо не замерз хорошо тебя бесполезно спрашивать тебя всегда все хорошо новое слово отлично вот 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 в общем сейчас 6 утра мы все вместе встали завтракаем и уже парами валим по разным маршрутом вот так что из второго дня видео будут немножко в уменьшенном составе их будет наверное меньше может нам нужно минимум 120 километров на хреначки успеть на электричку но будет интересный экспириенс все-таки 100 километров за день мы сделаем не мне тут минимум в голову три приходит и все матерные а вот тут даже моя карбовилка не справляется история когда на 32 по обочине ехать проще чем по асфальту тверские дороги я люблю только не заливайте что вы устали мы вас загнали через 15 километров вы едете с нами это не остров вернее колокольня была затоплены я в детстве блин прикольно да короче еще дополнительный эффект амортизации дает вынос я не знаю на самом деле почему он так играет либо потому что он длинный тонкостенный либо потому что это промакс либо потому что это все вместе потому что некоторые компоненты промакс не все они ну так себе вот обратите внимание как играет еще и сам вынос то есть он дополнительно амортизирует ну тебе видно ну да и ножка и здесь вот в любом случае я сейчас ехал я чувствовал как у меня короче вот прям сумка видно прыгает а я себя комфортно чувствую в руки не бьет то есть карбоновая вилка плюс вот такой флекси щи вы нас прям клёво работает а еще короче я понял ну вернее заметил что вот я говорил уже что потер вот здесь пяткой у меня почему-то это происходит только при маневрировании возможно это потому что у меня стерся шип и как бы ну нога люфтит хотя в спд она в любом случае будет люфтить но в контакте ими вот и я задеваю когда резко маневрирую при педалировании к иду ровно по асфальту я вот здесь пяткой не задеваю а второй ногой почему-то не задевая совсем то ли здесь расстояние больше вот потертости никакой нет не могу пока сказать почему будем изучать себя дальше пола как ты себя чувствуешь как поживает твое седалище на каких тебя маме местах сложно ехать сложнее ехать седалища нами это жопа болит я напоминаю что без памперса не катался уже много лет а по ямам а мне наоборот несмотря на алюминиевую раму у меня нормально жопа отрабатывает почему-то хотя я не пристаю почти седла а вот на ровном асфальте где ты можешь посильнее вкручивать больнее ехать вот вот на таком гладком идеальном асфальте мне ехать больнее пятая точка такая чувак давай мы как-нибудь урегулируем эту ситуацию но нет проехали 50 километров сейчас 11 утра и если темп не упадет мы ну с хорошим темпом москву в 7.30 выехали да всем в 7.30 мы выехали плюс по колязину еще с ребятами немножко погуляли там поснимали немножко блин город красивый надо туда приехать еще прям все все с такие старенькие дома по центру поснимать а не только 2 и колокольню вот это получается 8 39 30 10 3 за три с половиной часа 50 километров с учетом гуляния наверное час мы на колязин потратили да очень неплохо ну сейчас мы валим до обеда в обед где-нибудь остановимся дожуем перекусы и уже будем развлекаться и обратить внимание я уже говорил я пересложил сумку утром я поменял весовку я еще тяжелые все вещи сюда дуги немножечко раздвинул чтобы они прям создавали площадку срок прогибается когда большая такая сумкой много накладываешь ну как бы вот без вариантов она будет провисать ее нужно очень правильно складывать отличие от вот маленькой сумки с кофром потому что нам такую большую сумку вот такой огромный пластик но она космос будет стоить правда это и стоит космос может быть именно из-за такой конструкции крепления на самом деле кстати посмотрим вот вот пластик у тебя раз ну грубо говоря две моих длинны ну-ка здесь пластик пластик заканчивается раз полторы то есть в принципе можно добавить пластика тогда будет она более жесткая с другой стороны тогда ее нельзя будет скрутить когда она полупустая если вы ну у вас одна сумочка и вы периодически есть с пол пустой но в целом нормально болтается так на ухабах на резком маневрировании прикольно мне в целом нравится как она болтается это это забавно тошнит ее немножко не смог до упихать ящик килограмм сахара туда купил колотого прессованного и запихал и поэтому она теперь броя говорит во мне сейчас задает вопрос тебя руки не устают я говорю устают он показывает мне у меня вот здесь устает вова объясните почему и вот смысле вот вот эта часть а почему как ты держишься за то есть в основном у тебя хват как как какой как ты едешь вот такой постоянно меняешь но может быть это вот из-за этого выступа у тебя потому что у нее видите как бы получается здесь как будто выступну хз насколько большой у меня потому что руки не устают у меня здесь по-другому здесь нет выступая с мы возьмем линию я в основном еду вот либо с таким хватом либо вот с таким хватом но при этом у меня очень сильно затекают руки потому что руль для меня узкий здесь наверное 420 но по ощущениям надо померить сейчас у нас линейки нету вот а мне нужен 460 минимум по ширине плеч и поэтому как бы тяжковато вот сейчас уже сколько мы получается мы почти 140 проехали суммарно за два дня у меня вот после 40 начали подзатекать немножко руки когда-то монотонно ешь кота маневрируешь что-то там делаешь вообще пофиг балка монотонно затекают руки ну ничего мы няшки мы сейчас 58 проехали сейчас 12 часов двигаемся дальше как ей можно что-то не дать выкрашивал марита надел показать вмятины от шлема кто там смотрит варламова тип что шлем не нужно видите вот тут у человека как будто бы даже не знаю подожди вот по цветам как будто даже рано вот она ровно на том месте где с другой стороны вмятина от шлема то есть вот непонятно может быть реально сюда укусили шлем еще одна по телу натерла так что шлем не всегда хорошо мы когда подъезжали она на нас гавкала но стоит покормить больше гавкать не будет на нас вот есть такая фраза критикуешь предлагай я не буду ничего предлагать просто очень покажу как вот мы сейчас сидели перекусили в кафешке это так сказать районная дорога здесь явно небольшой наплыв людей поэтому есть такая кафешка типа свежая выпечка который сейчас только на вынос естественно работает поэтому мы сидим на лавочке во дворе но вот ты сидишь прямо на углу этого здания видишь какое оно и просто хочется показать вот глубинке тверской области от километров на 200 от москвы может но до 200 километров от москвы какое здание здесь и какое кафе то есть я думаю что на летом работает во первых вип-зона один стол под одной беседкой других вообще вариантов нет ну и лавочка вот где мы сидим пять стульев и мангальная зона вон там видите вдалеке туалет так вот в мж даже ведь один голубой другой белый потом само здание мы смотрим два окна красные два окна белые дальше мы видим фасад сделанный сайдингом и наверху я не знаю я бы сказал что это из бетона с галькой сделку вылеплено потом боковая стена кирпичная причем снизу покрашена красной краской и еще забелен кирпич мне вот такое ощущение что они взяли банку красной краски она хватило на 2 рамы они понимаешь и на остальные две не хватит но давайте могут прокрасим эти стыки потом купили две банки белый потому что больше у них два окна красный вернее одну банку белой взяли покрасили окно остальное замазали кирпичи потому что по-другому вот логику этих поступков я не могу описать а еще мне нравятся кривые ступеньки обратите внимание во вторая и третья ступеньки сверху они кривые то есть горизонт завален уровне но то есть я не говорю что это плохо очень вкусная выпечка если вы будете здесь сейчас это же название скажу ничего креативного кафе сказка но вкусно пирожки прям огонь и вот собаки зацените какой классный монумент мы нашли это реально прям классная вещь два лося один смотрит на дорогу типа выглядывает наверное лось и лось их а и они похожи металлические там внутри то есть это внутри вон деревяшка либо она вставлена уже потом не он пустотелы вот но скорее всего алюминий крашеный если честно говоря тебя не буду непонятно алюминий вот видно посеребренный больше я хотел показать вандалов причем ладно из пневматики газобаллонный хрен с ним хотя тоже интеллект для этого нужен я не нормальных пуль тут стреляет страшных тут вечерами ездить по-моему но конечно да засрать мы можем жалко не делают сейчас я покажу с другого ракурса классно выглядит они когда есть издалека вот оттуда они так выглядывают потихоньку сначала может ночью точно показаться что они прям живые заставляет людей сбросить скорость классный монумент тут короче появилась теория наверное как не его озвучил что типа руки затекают он же давно уже достаточно на барань ездит что руки затекают типа если они у тебя прямые если они будут немножко согнута в локте то типа не затекать не будут вот просто как он все изменил чем вы нас поменялся да а почему ты говоришь тебя перестали затекать а ну просто сам ниже наклоняешься да вот у нее перестали рукой затекать я сейчас поеду по я сейчас плечи ну ну затекают руки все равно потому что в плечах ты пережил а у там затекает не у меня предплечье да нет ни предплечье плечи именно именно плеч вот собственно говоря да для тех кто не знал вот эту вот часть руки называется предплечьем а плечо это вот эта часть руки ну так я биологию сдавал это единственный единственный предмет единственный вопрос из последнего билета на который я ответил так что вот я точно запомнил вот но сейчас поедем попробуем со согнувшись немножко ехать что у меня затекают именно плечи и тяжко сколько мы проектами а чё у меня это нормально не обнулил же он пишет трек не сколько он то не записал или записал совсем 67 записал а